Уважаемые коллеги, несмотря на современные достижения в области медицины, оценка неврологического статуса пациента в отделении реанимации интенсивной терапии по-прежнему является наиболее важной частью нейромониторинга, целью которого является формулировка топического диагноза, оценка динамики очаговой и общемозговой симптоматики, преимуществами является доступность, информативность и быстрота. Согласно протоколу введения больных в отделении реанимации интенсивной терапии, неврологический осмотр должен проводиться с интервалом в 1 час. Мы должны учитывать целостное состояние пациента, проводимую седативную терапию, показатели гемодинамики, дыхание, температурную реакцию, гомеостатические изменения. Первое, на что обращает внимание врач, подходя к пациенту, это уровень его сознания. Что же такое сознание? Это состояние, при котором субъект отдает себе отчет в том, что происходит с ним самим и в окружающей его среде. Два важных составляющих сознания. Это содержание сознания и бодрствование. Активное сознание обеспечивается деятельностью верхних отделов ретикулярной формации, находящихся в среднем мозге, которая называется восходящая активирующая ретикулярная формация. Общепринятой является оценка уровня сознания по шкале Ком-Глазга. Это количественная ориентировочная оценка тяжести общего состояния больного с черепно-мозговой травмой. Шкала Ком-Глазга включает три позиции. Открывание глаз, двигательные реакции и речь. Академикам Коноваловым и соавторами разработана классификация уровней сознания. Она включает семь уровней состояния сознания. Это ясное сознание, умеренное глубокое оглушение, сопор, умеренное глубокое запредельное кома. На данном слайде представлено сопоставление бальной оценки шкалы Ком-Глазга и уровня состояния сознания по шкале Коновалова. С целью включить в оценку состояние сознания стволовых рефлексов была разработана шкала клиники МИО. Преимуществами ее является отсутствие необходимости речевого контакта у интубированного или трахеустомированного больного. Шкала МИО включает в себя четыре позиции. Это открывание глаз, двигательные реакции, стволовые рефлексы и дыхание. Открывание глаз в этой шкале используется как эквивалент ориентировочной реакции. Двигательные реакции могут соответствовать осмысленным координированным движениям или быть угнетенными до рефлекторных ответов на болевой и температурный стимул. Оценка стволовых рефлексов по шкале МИО включает в себя все уровни ствола, зрачковые реакции, роговичный и кошлевой рефлекс, а также дыхание. Каждая позиция оценивается в баллах от 0 до 4, затем баллы суммируются. Если сопоставить больную оценку по шкале МИО с шкалой Коновалова, соответствие будет выглядеть примерно так. Что же такое ясное сознание? Ясное сознание характеризуется бодрствованием больного, его познавательной деятельностью и полной ориентировкой. Это значит, что пациент адекватно реагирует на осмотр, четко выполняет инструкции, знает кто он, где находится, по какой причине, знает дату и время суток. То есть ориентирован в месте, времени и личной ситуации. Оглушение характеризуется тем, что больной сонлив, речевой контакт с ним затруднен и он дезориентирован. Например, если пациент не знает, где он находится, что с ним произошло, какое сегодня число, сколько длится его состояние и не проявляет интереса к этой информации. Он дезориентирован в месте, времени и личной ситуации. При сопоре у больного наблюдается координированная защитная реакция и открывание глаз в ответ на боль. Патологическая сонливость. Возможно, односложный речевой ответ на повторные обращения. Кома – это выключение сознания, при котором пациент не способен вступать в речевой контакт, выполнять команды, открывать глаза и координированно реагировать на болевые раздражители. Основными причинами комы являются двусторонние диффузные поражения коры, поражения ствола или сочетанные поражения на данных уровнях. Умеренная кома характеризуется тем, что больной не открывает глаза, не выполняет инструкции. В ответ на боль у него отмечаются защитные движения по типу отдергивания конечностей. Зрачковые и роговичные рефлексы обычно сохранны, гемодинамика и дыхание относительно стабильны. Глубокая кома характеризуется отсутствием защитной реакции на боль. Отмечаются патологические сгибательные и разгибательные движения, патологический мышечный тонус, отмечается снижение стволовых рефлексов, возможное нарушение гемодинамики и дыхания. Терминальная кома характеризуется мышечной атонией, арефлексией, угнетением всех стволовых рефлексов, выраженными нарушениями гемодинамики и дыхания. Помимо общепринятой оценки по шкале Комглазга, в нашем отделении принята подробная оценка всех стволовых рефлексов, что является главным индикатором динамики неврологического статуса пациента, эффективности проводимой терапии и позволяет прогнозировать исход заболевания. План неврологического осмотра существенно не отличается от общепринятых. Он включает положение больного в постели, реакцию на обращенную речь, реакцию на болевые раздражения, наличие полушарной симптоматики, диэнцефальный синдром, оценку ствола, дислокационную и менингиальную симптоматику и заключение в конце осмотра. Положение больного в постели может быть активным, когда он принимает удобное для него положение и меняет его по мере надобности. Пассивным, когда он расслаблен и лежит в приданной ему позе. Вынужденное положение, обусловленное нарушением тонуса групп мышц и болевым синдромом. Можно отметить вынужденное положение головы при менингите или нарушение ликвароциркуляции или, например, положение руки и кисти при поражении подкорковых ядер. Патологические позы, например, декортикационная или децеребрационная позы, могут говорить об уровне и тяжести повреждения головного мозга. Реакция на обращенную речь является важнейшим критерием состояния нервной системы. При осмотре нужно обратиться к пациенту по имени, иногда несколько раз попытаться получить реакцию на обращенную речь. Оценить способность пациента ответить вербально или жестом руки, или кивком головы, или миганием глаз. Нужно учитывать, что пациент даже при невозможности произнести звук, например, на искусственной вентиляции легких, может артикулировать губами, а пациент с грубыми речевыми нарушениями, но в сознании, будет фиксировать взор на говорящего и может выполнить инструкцию по жесту. Очень важными является двигательный ответ у больного в коматозном состоянии. Может быть получена дифференцированная реакция в виде четкой локализации и попытки устранить, оттолкнуть раздражитель. Асимметричность мимической двигательной реакции помогает локализовать очаг повреждения в центральной нервной системе. Недифференцированная реакция соответствует более тяжелому повреждению мозга. Познотонические реакции позволяют судить об уровне поражения. Так, при декортикационной позе мы можем говорить о повреждении выше среднего мозга, при децерибрационной, на уровне среднего мозга и ниже. Различие двигательной реакции по оси тела – важный диагностический признак, например, сохранность активных движений в руках и отсутствие в ногах. Полушарная симптоматика может включать ротацию взора в сторону. При поражении коркового центра взор направлен к очагу. Гемипорез нередко включающий мимическую мускулатуру на противоположной очагу стороне – патологические рефлексы. Судорожный синдром также характерен для полушарного повреждения. Очень важной является оценка деницефальной симптоматики. При повреждении деницефальной области могут отмечаться следующие нарушения. Вегетативно-висцеральные, включающие пары из кишечника, тахикардию, тахипноэ, гипергидроз, неустойчивость температурной реакции, водно-электролитные нарушения. Переходя к оценке ствола, разрешите напомнить, что ствол головного мозга условно делится на три отдела – средний мозг, мост и продолговатый мозг. В вентральном отделе ствола проходят проводящие пути пирамидные, экстрапирамидные, корково-ядерные. В дарсальной части находятся ядра черепных нервов. Средний мозг находится выше воролевого моста и включает ножки мозга, покрышку, яда третьего и четвертого пар черепных нервов, крышу в четверохолме, водопровод, медиальный продольный пучок. В ножках мозга проходят проводящие пути одноименного полушария. Если зона повреждений распространяется на ножку мозга, мы можем наблюдать симптоматику повреждения третьего нерва с одной стороны, а гемипорез в конечности – с другой. Это альтернирующий синдром. Альтернирующие синдромы характерны для повреждений мозга на всех уровнях ствола. При этих повреждениях симптоматика со стороны черепных нервов наблюдается с одной стороны лица, а парезы скелетной мускулатуры – с противоположной стороны тела. Состояние среднего мозга оцениваем по размеру зрачков, реакции зрачков на свет, положению движением глазных яблок, сохранности взора вверх, околоцефалическому рефлексу. На слайде – птос в следствии поражения правого глазодвигательного нерва. Зрачковые нарушения в виде угнетения фотореакции с двух сторон говорят о повреждении среднего мозга. Одностороннее расширение зрачка может говорить о периферическом повреждении третьего нерва. Узкие зрачки отмечаются при повреждении моста, гипоталамуса, симпатического узла в шейном отделе. На слайде представлены варианты зрачковых реакций в норме и при разных вариантах повреждения глазодвигательных нервов или их ядер. В том же клиническом наблюдении, где был продемонстрирован птос справа, можно отметить, а не закорием. Правый зрачок шире из-за поражения того же глазодвигательного нерва. При оценке глазодвигательных нарушений нужно установить, имеет ли нарушение в движении двух глазных яблок или только одного. Нарушение движения одного глазного яблока может быть обусловлено изолированным поражением третьего или шестого нерва или их ядер. При повреждении среднего мозга могут наблюдаться следующие глазодвигательные нарушения. Симптом гертвига Мажанди – расходящееся-сходящееся косоглазие, порез взора вверх. Для синдромов, связанных с повреждением ствола на уровне сильвивого водопровода, характерно нарушение движения и положения обоих глазных яблок. Симптом Мажанди – это разностояние глазных яблок по вертикали, признак повреждения среднего мозга на уровне сильвивого водопровода. Левое глазное яблоко выше правого. Важно оценивать следующие симптомы – плавающие движения глазных яблок и околоцефалический рефлекс. Выявляемые при угнетении сознания говорят об относительной сохранности медиального продольного пучка. Парез взора вверх говорит о воздействии на средний мозг. У пациента в коме рефлекторный взор вверх вызывают капли прохладной стерильной воды или физраствора на роговицу. Околоцефалический рефлекс – иначе называется рефлекс головы и глаз куклы. При поворачивании головы больного в горизонтальной плоскости глаза его отклоняются в противоположную сторону. В норме околоцефалического рефлекса нет. Этот рефлекс появляется при угнетении сознания. Исчезновение рефлекса в динамике после его выявления у пациента в коме говорит об ухудшении состояния пациента. На уровне воролевого моста расположены ядра 5, 6, 7, 8 черепных нервов. Через него проходят проводящие пути. Там же находится дно четвертого желудочка. Состояние моста оцениваем по роговичным рефлексам, ширине глазных щелей, размерам зрачков, мимической реакции, положению нижней челюсти и реакции на струйное раздражение водой роговицы лица. Повреждение на уровне воролевого моста проявляется угнетением роговичных рефлексов, логофтальмом, порезом мимической мускулатуры, миозом, порезом взора, взор направлен от очага, отвисанием нижней челюсти, отсутствием реакции на струйное раздражение роговицы. Продолговатый мозг включает в себя проводящие пути ядра 9, 10, 11, 12 черепных нервов, и нижний отдел четвертого желудочка. Состояние продолговатого мозга мы оцениваем по характеру дыхания, параметрам гемодинамики, функциям глотания, кашлевому рефлексу, реакции на интубационную трубку, движением языка и сохранности парасимпатической иннервации. Очень важные локализационные значения имеют дыхательные нарушения, представленные на слайде. Не всегда возможно так четко выделить тип нарушений дыхания, но при одновременном нарушении глубины и ритма дыхания обязательно следует оценивать общемозговую и очаговую симптоматику. Оценку нарушения глотания у интубированного больного проводят по следующему плану. Способность больного широко открывать и закрывать рот, способность проглотить слюну, объем движения щитовидного хряща, напряжение диафрагмы рта, полость рта и ротоглотки должна быть свободна от слюны, объем движения языка, реакция больного на интубационную трубку и реакцию на санацию трахеи. Более точная оценка проводится при проведении бронхоскопии и оценивается по разработанной в нашем отделении шкальге бульбарных нарушений. Начиная с третьей степени нарушения глотания, выполняется трахеостомия и используются трубки с герметизирующими манжетками для защиты от аспирации. Удаление трахеостомической трубки у этих пациентов возможно только после восстановления глотания. Важно оценивать менингиальную симптоматику, куда входят ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и симптом Брудзинского, которые могут быть при суборхоноидальных кровоизлияниях и менингитах. Дислокационная симптоматика является наиболее важной у больных в коматозном состоянии. Любой вариант дислокации, приводящий к вклинению вещества головного мозга, заканчивается фатальным. Различают пять видов вклинения. Транстентериальное, боковое и центральное, вклинение под серповидный отросток, мозжечково-тентериальное и вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. При возникновении в полушарии головного мозга инфарктов, гематом, абсцессов, при декомпенсации процесса височная доля начинает смещаться к тентериальному отверстию. И первым симптомом этого смещения является динцефальная стадия. Еще обратимое, ее важно не пропустить. У больного могут наблюдаться сонливость или возбуждение, сужение зрачка на стороне очага, патологическое дыхание типа чейнстокса, плавающие движения глазных яблок, мышечный тонус повышается, на боль возникает реакция декортикации. Если лечение было начато поздно или оно оказалось неэффективным, то процесс переходит в следующую стадию, стадию среднего мозга. Когда височная доля смещается медиально над краем мозжечкового намета, происходит вклинение крючка гиппокампа и компрессии третьего нерва. Давление происходит непосредственно на средний мозг, а ножка мозга прижимается к противоположному твердому краю мозжечкового намета. Это проявляется расширением зрачка на стороне поражения и гемипорезом на противоположной стороне. В 20% случаев бывает симптом ножки керногана, когда глазодвигательный нерв и ножка прижимаются в противоположной от очага стороне. Возникает расширение зрачка на противоположной стороне и гемипорез на стороне очага. При распространении процесса на каудальное отделы ствола мы наблюдаем чередование эпизодов тахипноя и апноя. Возникает мышечная атония, околоцефалический рефлекс выпадает, нестабильная гемодинамика, возникает двусторонний медриаз. Заключение к неврологическому осмотру должно включать в себя оценку уровня бодрствования, стволовый синдром, рефлекторно-двигательную сферу, предположительный топический диагноз, наличие положительной и отрицательной динамики по сравнению с предыдущим осмотром, особенности, например, проведения седативной терапии. Приводим пример неврологического осмотра больного в отделении нейрореанимации. Третьи сутки после тяжелой черепно-мозговой травмы седативная терапия пропофол прекращена 3 часа назад. Дыхание ИВЛ в режиме с АМВ через страхиустомическую трубку. Артериальное давление 130 на 80 мм штутного столба. Частота сердечных сокращений 86 ударов в минуту. Лежит на спине в пассивной позе с закрытыми глазами. Правая века не полностью прикрывает глазную щель. Голова ротирована влево. На обращенную речь не реагирует, инструкции не выполняет. Спонтанной двигательной активности в конечностях нет. Правая рука присогнута в локтевом суставе, приведена к туловищу. Левая рука разогнута. Левая стопа ротирована кнаружи. Пальцы кисти в положении ладонного сгибания. На болевые раздражения отмечается слабая мимическая реакция лица, преимущественно за счет левой половины лица, сгибание правой руки, приведение к туловищу. Намек на сгибание правой ноги в коленном суставе. В левой руке отмечаются разгибательные движения, в левой ноге движения в ответ на боль не получено. На струйное раздражение роговицы лица отмечается усиление мимической реакции, оромандибулярная активность, глотательные движения. При пассивном поднимании век, расходящееся косоглазие, преимущественно за счет правого глазного яблока. Симптом гертвига мажанди, правое глазное яблоко ротировано книзу, левое кверху и кнаружи. Периодически появляются непроизвольные движения глазных яблок небольшого объема в горизонтальной плоскости. Зрачки средней величины справа чуть шире. Фотореакции вызываются. Роговичные рефлексы слева вызываются низкие, справа угнетен. Пары с рефлекторного взора вверх. Мимическая реакция лица больше выражена слева. Сглажена левая носогубная складка. Тризм. Периодически оромандибулярная активность, глотательные движения. При сонации отмечается кошлевой рефлекс. Мышечный тонус в руках выше, чем в ногах. В правой руке больше выражен в сгибательной группе. В левой руке в разгибательной. В ногах выше в разгибательной группе. Пассивно согнутую в коленном суставе правую ногу короткое время удерживает, левую не удерживает. Сухожильные рефлексы на руках оживлены без четкой асимметрии. На ногах высокие с расширенной рефлексогенной зоной. Выше, чем на руках. Выявляются клонусы стоп с двух сторон и симптом Бобинского больше слева. Регидности затылочных мышц нет. Заключение. Первое. Уровень сознания Кома-2. Шкала Ком-Глазга 5 баллов. Второе. Стволовый синдром. Представлен очагово-сегментарной симптоматикой со стороны глазодвигательного нерва справа. Асимметрия зрачков. Лицевого нерва справа. Асимметрия мимической реакции. Выпадение роговичного рефлекса справа. Вторичный стволовый синдром. Парез взор вверх. Симптом гертвигоможанди. Обусловленный воздействием на крышу среднего мозга. Однако спонтанные плавающие движения глазных яблок в горизонтальной плоскости свидетельствуют об относительной сохранности медиального продольного пучка. Тризм. Оромодибулярная активность. Кашель. Относительно стабильная гемодинамика. Обусловлены раздражением и сохранностью каудальных отделов ствола мозга. Тетропорез пирамидный и экстрапирамидный с левосторонним компонентом и диссоциацией мышечного тонуса и сухожильных рефлексов по оси тела свидетельствуют о стволовом уровне. Предположительный топический диагноз. Очаговое повреждение глубинных структур правого полушария с увеличением в процесс ствола головного мозга, возможно правой ножки мозга, как первичного характера, так и вторичного в результате возможного дислокационного синдрома. Динамическая неврологическая оценка продолжает оставаться одним из наиболее простых и важных способов мониторинга адекватности интенсивной терапии. Данные инструментальных методов всегда должны рассматриваться только в сопоставлении с клинической картиной. Нарастание степени угнетения сознания, глубины двигательных расстройств, выпадение стволовых рефлексов, появление патологических реакций отражают неэффективность терапии. При эффективности лечебных мероприятий повышается уровень бодрствования, регрессируют двигательные нарушения, восстанавливаются функции черепных нервов. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание и желаю вам успехов в работе!